Сергей Жарко Сергей Жарко – известный российский актёр, который стал популярен. Благодаря таким сериалам, как «Чума», «Коготь из Мавритании», «Тайный гор» и других, артист поражает зрителей своей талантливой игрой. Поклонники утверждают, своей работой Жарков может вытянуть даже самый неудачный сюжет. Сергей родился в 1979 году в Ленинграде. Артист появился на свет в районе, который в 90-е годы называли «одними из самых бедных и неблагополучных». Отец Жаркова вёл секцию бокса, потому Сергей уже в детстве научился стоять за себя. В спорте он достиг больших высот, даже получил первый юношеский разряд. В подростковом возрасте Сергею пришлось пережить потерю. Не стало трёх его лучших друзей и любимой девушке. Но это не лишило Жаркова желания посвятить себя творчеству после окончания школ. Он поступил в Международный славянский институт имени Державина на актёрский факультет. В одном из интервью артист признавался, если бы он не поступил в театральный вуз, его, вероятно, не было бы уже в живых. В 2001-м Сергей получил диплом, а затем был принят в труппу театра на Покровке. Спустя три года он ушёл оттуда, так как сосредоточился на кинокарьере. Сергей дебютировал в кино. В 2001-м году он играл небольшие роли, а успех к нему пришёл лишь после съёмок в сериале «Огнеборцы». Также Жарков запомнился зрителям, благодаря ролям в таких лентах, как «Чума», «Некрасивая любовь», «Реализация», «Пуля Дурова» и других. Интересно, что во всех своих фильмах Жарков сам исполняет трюки, отказываясь от помощи каскадёров. И если карьера у Жаркова шла в гору, то личная жизнь оставалась долгое время. Тайной за семью печатями артист не рассказывал о своей возлюбленной, что порождало. Много слухов о его ориентации. Не так давно Сергея надоели эти вымысли. Он впервые вывел свою супругу в свет. Известно, что жена актёра в инстаграм-аккаунте зарегистрирована как Элли Бикеева. Девушка редко выкладывает фотографии мужа, но всё-таки она не скрывает, что вместе с супругом растит дву детей. Сына Ваня и дочь Лейко. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.